В этом выпуске я расскажу о пяти самых мощных и эффективных снайперских винтовках калибра 20 и более миллиметров. И мне будет, как всегда, крайне интересно узнать твое мнение в комментариях. Погнали! Пятое место. FATMAG. Это американская снайперская винтовка калибра 24 на 75 миллиметров, разработанная фирмой SSK Industries в 2006 году. Если по дульной энергии имеются винтовки и покруче, то по калибру и отдаче это крайне дикий зверь. Этот монстр производится компанией по индивидуальным заказам не только по причине адской цены, самой винтовки в 4000 долларов и кусающейся стоимости боеприпаса до 60 долларов за патрон, но и по причине высокой травмоопасности стрельбы. Всего пока было произведено три экземпляра. Один с матовым черным покрытием, а два других с камуфляжной отделкой. Один из которых синий, а другой зеленый. Матовая черная винтовка была произведена первой и является самой легкой из всех трех винтовок. Сами FATMAG весят в зависимости от версии от 35 до 50 килограмм. Несмотря на такую тяжесть, отдача очень значительна и стрелять из него практически только с упора. Винтовки используют необычно толстые стволы с дульным тормозом массой 6,2 килограмма. Оружие имеет болтовую схему перезарядки. Из-за своих специфических особенностей винтовка не имеет практического применения, кроме как охотится на динозавров, которые, как мы знаем, уже вымерли. С другой стороны, FATMAG стал оружием прежде всего для развлечения и просто ради зрелищной стрельбы. При этом, когда из ствола со скоростью 670 метров в секунду вылетает 24-миллиметровый снаряд, то стрелок должен понимать, на что идет. Если ему не хватит теленок, то несколько месяцев гипсия станут хорошим временем для размышлений о вреде фанатизма. Четвертое место! Truvello SR Это семейство южноафриканских снайперских винтовок от фирмы Truvello, технически построенный по классической модульной схеме, без каких-либо излишеств или необычных особенностей. Представляет собой винтовки с продольно скользящим поворотным затвором. Данная линейка представлена сегодня под достаточно широкую номенклатуру боеприпасов разного калибра. С технической точки зрения Truvello SR не представляет ничего революционного, создатели при этом сделали ставку на качество производства и сравнительно небольшую стоимость своих изделий. Это подразумевает возможность надежной и безотказной работы винтовок в самых разных погодных условиях в очень широком диапазоне температур. Изюминкой оружия является низкоимпульсный боеприпас, стреляющий снарядами от авиационной пушки. Новые 20-мм патроны были разработаны на основе боеприпасов, зенитных орудий 40-х годов. Несмотря на свой солидный возраст, боеприпасы, появившиеся еще в первой половине 20-го века, по-прежнему актуальны и востребованы во всем мире, обретя вторую жизнь вместе с современными высокоточными снайперскими системами. Стоит отметить, что Travel SR не блещет особой точностью. Производителям заявлена невысокая для снайперского оружия кучность стрельбы, однако этого вполне достаточно для решения возложенных на крупнокалиберную снайперскую винтовку задач. Особенно если принимать во внимание калибр стволов и характер используемых боеприпасов. Обладая высокой бронепробиваемостью, их легко можно отнести практически к настоящим артиллерийским боеприпасам. Бронебойный патрон калибра 20 на 110 мм на дистанции 200 метров пробивает 25 мм гомогенной стальной брони средней твердости. Вес оружия в 25 кг также можно отнести к существенным недостаткам. В общем говоря, Travel SR — максимально прокаченное противотанковое ружье, которое отлично покажет себя в обороне, доставив противнику массу проблем. ТРЕТЬЕ МЕСТО NTW-20 До определенных событий в стране промышленность Южноафриканской республики была на высоком уровне, позволявшим создавать собственные перспективные танки, модернизировать вертолеты и создавать высокоточное оружие. Стрелковому оружию также уделялось немало внимания. После снятия в 80-х годах патрона 20 на 82 мм с вооружения всеми странами в Южноафриканской республике, которая являлась самым крупным производителем данного боеприпаса, остались огромные запасы этих патронов. Так как они были не востребованы, Министерство обороны страны получило разработать снайперскую винтовку под данный патрон. После чего конструктор Туни Неофиту создал крупнокалиберную винтовку NTW-20, которая в 1998 году была официально принята на вооружение. Новинка получилась весьма эффективной, благодаря широкому набору боеприпасов и возможности выбирать необходимый калибр 14,5 мм или 20 мм путем смены ствола. В боекомплект винтовки входят осколочно-фугасные, кумулятивные, бронебойные и даже снаряды с раздражающими веществами. Во время боевого применения хорошо зарекомендовали себя осколочно-фугасные снаряды, способные поразить живую силу противника в радиусе 5 метров. Причем мощности боеприпасов хватает, чтобы пробить кирпичную кладку и взорваться за ней. Отдача при стрельбе из NTW-20 относительно небольшая. Это достигается благодаря эффективному откатному механизму, а также благодаря наличию мощного дульного тормоза и амортизирующей подушки на затыльнике приклада. Для NTW-20 был разработан свой собственный восьмикратный оптический прицел, который не требует пристрелки после снятия и установки. Кстати, эту винтовку скопировали индийцы, практически ничего не видоизменив. Свой вариант они назвали «Видхванцак», что значит «разрушитель». Несмотря на такие отрицательные качества, как большой вес и габариты, снайперская винтовка отличается высокой точностью стрельбы, а благодаря патрону 20 на 82 миллиметра, обладает небывалой для ручного оружия эффективностью против бронированной техники. Второе место! Anseo Takedown Эта уникальная винтовка, выпущенная американской компанией Anseo Ironworks, представляет собой неавтоматическое однозарядное оружие с отделяемым для перезарядки затвором. Затвор поворотного типа, представляющий собой одно целое с плечевым упором. В Takedown используется высокомощный патрон Vulcan калибра 20 на 102 миллиметра. Конструкция оружия предусмевает возможность модификации винтовки под различные калибры, в том числе под патрон 12,7 миллиметров, что делает творение Anseo исключительно тактической винтовкой. Оружие сконструировано с широким использованием легких материалов, и поэтому, несмотря на калибр и внушительные размеры, весит сравнительно немного. Оснащаются двухкамерным дульным тормозом, складывающимися в походном положении назад съемными сошками, а также пистолетной рукояткой, имеющей опорную пяту и дополнительную стойку. Плечевой упор, расположенный на одной линии с затвором и стволом, оснащен тыльным амортизатором. На ствольной коробке устанавливается направляющая для крепления оптики. В походном положении винтовка разбирается на четыре части. Это ствол со ствольной коробкой с сошками и оптическим прицелом, затвор с плечевым упором, пистолетная рукоятка и дульный тормоз. Все части могут укладываться в кейс. Стоимость этой винтовки достигает 19 тысяч долларов. Тейкдаун пользуется большим успехом в государственных военных структурах и у частных военных организаций. Такая винтовка может пробить бронетранспортер, боевую машину пехоты и другую легкобронированную технику. Ее смело можно назвать одной из самых мощных и дальнобойных снайперских винтовок в мире, которая по совместительству является также современным противотанковым ружьем. И, наконец, первое место! Анцио МакФэт Это американская крупнокалиберная снайперская винтовка, разработанная компанией Анцио Айронверкс для ведения высокоточной стрельбы на больших расстояниях. В винтовке используется мощный патрон Вулкан 20 на 102 миллиметра с кинетической энергией 48 тысяч джоулей, который в три раза мощнее патрона Браунинга. При этом МакФэт можно снаряжать не только обычными патронами. Для оружия разработаны специальные патроны, которые позволяют выполнять широкий круг задач. Например, имеется ломающийся бронебойный снаряд, который демонстрирует отличные показатели летальности одновременно для небронированных и бронированных целей. Сплошной сердечник при прохождении через любую преграду разламывается на куски, которые, в свою очередь, ломаются дальше во время прохождения через последующие препятствия. Есть и патрон с вольфрамовым сердечником для пробивания с повышенным заброневым действием. Боеприпас отлично подходит для поражения личного состава, перевозимого в легкой бронетехнике. Также винтовка может быть адаптирована под советский патрон 14,5 мм. Принцип работы – продольно скользящий поворотный затвор. На конце массивного ствола из холоднокованной стали расположен дульный тормоз-компенсатор или мощный глушитель, который снижает уровень шума при выстреле до приемлемого. МАК-ФЭТ создан по типу винтовки Тейкдаун, разбирается без использования инструмента и помещается в стандартный оружейный кейс. Современная оптика и мощный патрон позволяют уничтожать цели на дальностях, которые просто недоступны обычным винтовкам. Это 4,5 км. В самой суровой комплектации оружие весит 60 кг. Ну а теперь обязательно посмотри мои прошлые выпуски, они ничуть не менее интересные. Поставь этому видео лайк, напиши свое мнение в комментариях и, конечно же, вступай в мою группу ВКонтакте. Все ссылки в описании под видео. Ну а с вами был Хардастер. Всем мира и процветания!